Протекающая крыша, ведра, это я помню. Эти воспоминания фотографа Евгения Левина о состоянии городского выставочного зала остались в прошлом. Сейчас здесь вместо ведер, которые в дождливые дни собирали воду, капающую с потолка, строительные материалы. В экспозиционных залах полным ходом идет ремонт. Смена обоев, новая покраска, батареи, новые жалюзи, современные жалюзи. Основной, конечно, это центральный вход. Сами видели, там композитом он облицован. Итальянская плитка положена на крыльцо. Столь масштабных изменений городской выставочный зал ждал довольно долго. Сотрудники признаются, им порой было неудобно перед туристами, которые приходили на экскурсии, потому что гости замечали потеки на потолках и стенах. Это, конечно, портило впечатление от прекрасных картин. Поэтому работникам ГВЗ приходилось выходить из ситуации с помощью подручных средств. Например, некоторые участки стен, которые наиболее пострадали от воды, завешивали занавесками. Капитальный ремонт у нас не проводился, наверное, с самого его построения. Зал был открыт в 1997 году, именно как выставочный зал. И в тот момент как раз и делался ремонт капитальный. Это не мы обратились, это Фосагра осуществила благотворительную деятельность в наш адрес. И мы весьма признательны им за это. После того, как компания Фосагра выделила необходимые на ремонт средства, работа закипела. Отремонтированы не только помещения, главное – преобразился вход. Обветшавший и полуразрушенный – это эпитеты прошлого. Теперь он новый и современный. Панели из алюма-композита еще в обертке, но яркий бордовый цвет заметен. За ходом ремонта наблюдают не только сотрудники и руководство выставочного зала, но и представители Балаковского филиала АО «Апатит». Химиков с художниками связывает долгая дружба, которая зародилась благодаря общим проектам. Поэтому заводчане помогают своим творческим товарищам и в вопросе контроля за ремонтом. И чем ближе к окончанию работ, тем ярче вырисовывается картина будущего выставочного зала. Такое чистое, красивое помещение, потолки идеальные, светильники, большое количество светодиодных светильников в каждом зале. Главное еще здесь распределение света, чтобы он был равномерный и тоже не бликовал. То есть вот эта система подсветки подобрана очень удачно. Срок окончания ремонта 20 сентября. Но подрядчик говорит, успеем раньше и гарантию на свои работы даем 5 лет. Ну а первая экспозиция в обновленном зале откроется 23 сентября. Здесь представят необычную выставку греческого фотохудожника Костаса Асимиса на шафон. Привезти 200 уникальных фотографий Балакова также помогла компания «Фосагра». Увидеть их можно будет в течение месяца до 24 октября. Продолжение следует...